После всех темных оттенков мы делаем внезапный деп, всякие овощи, лук, томат, 0.4, medium, dark. Как бы посмотрите на мой цвет кожи и мой цвет руки. Он, по-моему, в единственном оттенке, и вот это меня расстраивает в этих тушах. И здесь потрясающая тоненькая кисточка. Если честно, я в шоке, как мягко и плавно работает эта палетка. Всем большой привет, меня зовут Даша Педлиток, я люблю яркие, креативные макияжи, но в последнее время на YouTube я делаю более спокойные мейки, потому что, мне кажется, их больше смотрят. Я очень грущу, когда я делаю креативный макияж, много стараюсь и на видео мало просмотров, поэтому я решила чаще делать какие-то более нюдовые работы, но прекрасно понимаю, что для кого-то и это что-то яркое. Надеюсь, в любом случае, что я смогла вас привлечь чем-нибудь, и вы останетесь со мной и посмотрите это видео до конца. Я думаю, уже заметно, что у меня немного странный оттенок кожи, как бы не все в первых впечатлениях нам подходит. Надеюсь, вы мне это простите. Ну а вообще, у нас сегодня формат Get Ready With Me, я тут собираюсь, уже на самом деле опаздываю, и крашусь параллельно, болтаю с вами о своих новых продуктах. Часть из этих продуктов моя, которые я покупала за свои деньги, часть это что-то, что мне бренды прислали, и что-то принадлежит моим подругам и так далее. У нас будет много продуктов, перечислю лишь парочку. Во-первых, будет много бренда Influence Beauty, кто не знает, я состою в их амбассадорской программе, и мне иногда присылают косметику. Мы посмотрим на тон Exoskin, собственно, виной вот этого чудесного оттенка кожи. Также у нас будет консилер под названием Ultra Eraser, очень плотный. И также у меня есть все туши Хромофора, у меня есть новый хайлайтер Essence, который мне прислали. У меня есть много палеток бренда Narimi, мы накрасимся только одной, потому что в основном обзор на Narimi у меня на Boosty, но он стоит всего лишь 200 рублей в месяц, поэтому, возможно, у вас найдется такая копеечка. Еще немножечко покажу бренда Сергея Наумов, и что-то еще такое разное, мелочное. Заваривайте чаек, берите вкусняшки, и давайте поскорее начинать этот обзор. И не забуду отметить, кстати, что у меня есть тайм-коды. Можете переключиться к интересной для вас части. Ну, а мы начинаем. У меня сегодня, как назло, не работает видоискатель с часов. Я снимаю с телефона, если кто-то не знает. Я не могу посмотреть, хорошо ли я выгляжу. Я вижу в зеркале немножко отражение. Надеюсь, что все в порядке. У меня просто плохое зрение. И, кстати, из каких-то новинок у меня еще появились новые очки. Хочу рассказать, это не реклама. Я просто с детства, ну как с детства, с школьных лет мечтала об очках пай. Но у меня тогда было нормальное зрение, а сейчас ура, у меня плохое зрение. У меня сильно упало зрение. Я ношу очки уже два года или год, не помню. И вот я доросла. Ну, у меня зрение еще упало. Нужно заказывать новые линзы. Я решила купить новую оправу как раз-таки в пай. Линзы я сделала не в пай, потому что мне нужно было рецепт на очки. А у них запись была типа на октябрь. Поэтому я записалась в очкарик, по-моему. И, в общем, у меня теперь есть новая оправа. Она сейчас заляпанная, прошу прощения. Но выглядит вот так. Мне очень нравится. Я забыла, как она называется. Это N. И оттенок называется White Peach. И, по-моему, эта модель, она была последняя во всех магазинах. Я ее взяла с прилавка, так скажем. Вот. И я надеюсь, что она для меня будет такой вот лимитированной, эксклюзивной. А не то, что они ее переупсят потом. Но, в любом случае, она мне очень нравится. И я, наконец-то, прекрасно вижу. Но снимать видео я так не могу. Поэтому убираю очки обратно. Как всегда, я люблю начинать макияж с подготовки кожи. У меня уже крем нанесен на лицо. На губы я наношу бальзамчик. Это бренд Colorgram корейский. Я заказывала грамм напрямую из Кореи через посредника. Определенный сайт. Называется Oh My Blush Preorder. В общем, это бальзамчик формата Tintin Dory Lip Jam. То есть, как будто бы варенье такое. Я в обзоре на корейскую косметику про него говорила. Это такая вот текстура пальчиком набирающаяся. Оценок 03 Peach Jam. Он почти не пахнет. Немножечко какая-то легкая душка персика. И он действительно дает розоватый, такой легенький оттенок. Приятно на губах. Хорошо увлажняет. Мне вот, в принципе, его хватает для какого-то увлажнения перед макияжем. Или просто в течение дня. Я, конечно, не фанатка разносить бальзам по губам. Тем более, тут такая липкая текстура. Пальцы потом, ну, неприятные. Ну, он не липкий. Но, в смысле, это что-то влажное довольно. А не какой-то такой вазелин. Но и эффект от него симпатичный. Из-за того, что вы еще наносите блюря границы. У вас как будто бы губы пухлее. В общем, нравится. Кстати, в обзоре я сказала, что он немного покалывает с ментоловым эффектом. Но это скорее ближе к неправде. Да, что-то небольшое есть. Но совсем минимальный эффект. Теперь переходим к глазам. Я всегда начинаю этот этап с нанесения консилера и базы. Базу мы сегодня не будем использовать. Потому что я хочу нанести консилер на все веки. У меня есть вот такая вот новинка от бренда Influence. Он называется Ultra Eraser Concealer. Плотный в шайбочке. Я не скажу, что он прям супер новый. Вышел, по-моему, вместе с их последней коллекцией. Забыла, как назвать. Филлер Культ, по-моему. И мне прислали новую вот такую баночку в оттенке 02. Я вообще очень светлая. Мне обычно все первые оттенки не подходят. Но посмотрим, как будет. И еще мы сравним с другим консилером Influence вот этот. Я думаю, будет сильная разница. Это у меня Эквилибриум. И еще у меня есть в шайбе консилер от Nars. Тоже сравним. Здесь есть такая вот прослоечка. Я ее, наверное, не буду полностью снимать, чтобы он у меня не засох. Для начала я наберу кисточкой консилер от Influence. И посмотрите, он довольно такой кремообразно-маслянистый. Мне кажется, что он гораздо жиже, чем вот, например, Nars. Я больше текстуру смотрю и оттенок. Он действительно прям как сливочное масло растекается по руке. Выглядит светлым, но я вот даже так вижу, что это темнее моей кожи. Однако мне, в принципе, не принципиально, что наносить на глаза. Дальше я беру консилер Эквилибриум тоже от Influence во втором оттенке. Его я просто распределю с патулой. Он менее плотный. По консистенции, конечно, пожиже. И как будто бы первый оттенок начинает то ли окисляться, то ли что. Оттенок меняется. И теперь беру консилер от Nars. У меня он в оттенке самом светлом. Light 1 от Chantilly. И он у меня уже довольно поюзанный. Я его приобретала в прошлом ноябре. Он уже по суше набирается. Что-то матовое как будто бы. И мне, кстати, два раза его понадобилось набрать, чтобы нанести в том же количестве. Он явно светлее. Предыдущий оттенок Эквилибриум как будто бы розовее. И самый первый зеленоватый. Nars, Эквилибриум и Ultra Eraser. Я еще подержу, кстати, их на руке. Посмотрим на стойкость. А пока наношу консилер под глаза. И в целом на глаза тоже. Но я уже вижу, что цвет, конечно, не мой. Пытаюсь сейчас распределить консилер. И в нем очень много пигмента. Мне прям тяжело распределять его. Слишком сильно все перекрыто. Я думаю, это большой плюс для тех, кому нужно высыпание, какие-нибудь высыпания перекрывать. Но оттенок сильно зеленый. Я сама по себе тоже с зеленым потоном в коже. И для меня это too much. То есть, либо я слишком много набрала, и мне надо его прозрачнее наносить, распределять тоньше слой. Либо я не знаю что. Ну, вроде вот здесь, да, действительно получше выглядит. Вот здесь прям конкретное мощное перекрытие. Кстати, я еще попробовала перекрыть воспаление. И да, перекрывают хорошо. Но опять-таки по цвету видно, что на мне какие-то странные пятна. Ну да ладно. По поводу консилеров на руке. В принципе, они медленно фиксируются. Быстрее всех зафиксировался. Наверное, Nars и Equilibrium. Но я больше где-то нанесла, где-то меньше. Поэтому сложно судить. Теперь мы можем переходить к глазам. Краситься мы будем вот этой красотой. Это палетка от китайского инди-бренда на Риме. Купить ее можно только через Байеров. Это все, конечно, сложно. Но давайте я вам покажу, какая она красивая внутри. Это потрясающая нюдовая гамма. И, кстати, вот этой частью, пятью оттенками, которые более теплые, розоватые, я уже красилась. У меня есть видео на моем бусте. И помимо этого, я там показывала еще дополнительные креативные макияжи с остальными тремя палетками в этой коллекции, которые уже яркие и цветастые. Давайте посмотрим на них, для тех, кто не знаком с ними. Это, во-первых, такая вот паучиха. Мне кажется, напоминает карты Таро. Здесь очень такая пестрая фиолетово-зеленая гамма. Также у нас есть овечка. Тоже, мне кажется, что вполне себе похожа на карту Таро какую-то, особенно вот этим вот элементом. И для меня это самая красивая гамма. Такая вот пастельная какая-то, леденцовая. И последняя палетка с галкой. По-моему, это не ворона, именно галка. Вот такая вот сине-зеленая, тоже яркая и пестрая. Я решила, что, ну, наверное, вам будет интересно что-то повседневное посмотреть сегодня. А за креативом уже переходите, во-первых, за фото в Телеграм-канал, а за видеоформатом, какими-то интересными деталями информации уже на бусте. И, собственно, холодной частью палетки, вот этими сероватыми, белыми, коричневыми, мы сегодня и воспользуемся. Кстати, это не единственная новинка в моей коллекции, сегодня не бренд, тоже инди-бренд. По-моему, они китайские, здесь написано Made in PRC, я не помню, как это расшифровывается. В общем, это сестринский или дочерний бренд Odensei, называется By Us или By US, я не знаю, как правильно, называется Garden Busters. Тематика тут как бы садовая, тут всякие овощи, лук, томат. Очень яркая палетка, но, к сожалению, она разбилась у меня, приехала не в очень красивом виде. Я перепрессовала, но все равно тут очень много всяких щелей, в них забился этот пигмент. И каждый раз, когда я подчищаю палетку, открываю, у меня заново здесь много рассыпаний, поэтому я пока не готова снимать слюду. Но, надеюсь, вам видно, что она очень пестрая, какая-то мультяшная. Я не думаю, что я буду снимать на нее обзор, потому что, скорее всего, его никто не посмотрит, и я опять расстроюсь. Но какие-нибудь фото в Telegram, может быть, короткое видео я сделаю. Начинаю я макияж с проработки века вот таким вот светленьким оттенком под названием Dust, и работать я буду пушистой кисточкой. Консилер сильный запал в складке, но мы не боимся этого, а расправляем его. Я действительно переборщила вот здесь с количеством, этот глаз получше выглядит. Прошу вас так не делать, консилер действительно плотный и пигментированный. Я наношу этот оттенок на нижнее веко, и понимаю, что он слишком высветляет мне его. Наверное, лучше было так не делать. Кстати, консилер все еще липкий, он, по-моему, не фиксируется как будто бы. Оттенок очень приятно растушевывается, и как будто бы блюрит мне границы. А в складку я буду наносить темно-серый оттенок, он называется Farmi Kari, я не знаю такого слова. Я его притаптываю и затем растушевываю. Посмотрите, это прям темно-серый оттенок. Мне кажется, что из-за влажности консилера он сильно потемнел. Кстати, да, я всегда оформляю глаза до лица, мне так комфортнее, чтобы не было осыпаний и прочего. Но, как видите, этот серый практически не осыпается, а я не церемонюсь. Я довольно сильно его тут тру по глазу. Дымка как будто бы сама собой у меня получается. И, наверное, этот же оттенок я нанесу все-таки на нижние века. А вот первым оттенком Dust я лучше потушую границы и сделаю их более плавными. Далее набираю светлый такой прохладный оттенок под названием End, муравей. Я, кстати, не знаю, почему муравей и что-то такое серое. И его я наношу на границы под бровь, чтобы сделать мягкую такую плавную дымочку, увести этот оттенок в кожу. Сразу еще более холодный макияж у нас становится. Если честно, я в шоке, как мягко и плавно работает эта палетка. Я буквально за пару движений сделала вот такие вот идеально ровные, красивые смоки. У меня нет никаких пятен. Единственное, я скажу, что свет яркий. У меня нет никакой кремовой подложки. И, возможно, у вас есть пятна. Но, скажу честно, я смотрю вот прямо вообще никаких проплешин, ничего я не вижу. Но и учитываем, что макияж мы еще не завершили. Теперь я набираю оттенок Ebony. Это что у нас, как типа Ebony? Не знаю, в общем, темный коричневый оттенок. И я им буду делать самую затемняющую часть на вот этой вот зоне внешней. Как бы тянуть некую стрелку. Я в шоке, что я работаю пушистой кистью, растирающими легкими движениями. И у меня получается такой пигментированный макияж. Еще и не осыпающийся. Тьфу-тьфу-тьфу, как бы я надеюсь, ничего не осыпется. Кстати, хоть оттенок и коричневый, но в смешении с серым, в принципе, выглядит хорошо. После всех темных оттенков мы делаем внезапный деп и берем чистый белый оттенок. Вроде бы он чистый белый, но может совсем небольшой примесью серого. Он называется Daytime. Мы его берем, в принципе, на эту же кисть и наносим на центр века для такого высветляющего элемента. Он на контрасте действительно очень светлый. Но все-таки какая-то серинка, наверное, в нем есть. Я немножко смягчу переход с помощью бежевого Dust, который мы первые наносили, и серого End. И также я этот белый нанесу во внутренний уголок. Посмотрите, какой он плотный и как классно он распахивает взгляд. Я решила, давайте из палетки Guardian Busters все-таки возьмем сияшку. У меня есть та, которая развалилась сегодня, и ее я, наверное, нанесу на подвижное веко. Она называется Onion, то есть лук. И это похоже действительно на цвет, наверное, шелухи лука, что-то такое серовато-фиолетовенькое с золотистым бликом. Я прям так нанесу на центр века, мы добавим некий, получается, цветной акцент, но не слишком яркий. Мне кажется, что сочетание серого-фиолетового всегда выигрышно смотрится. Ну и сейчас я наношу это все, если что, легким таким слоем, не наслаиваю, потому что я не хочу все-таки резкое фиолетовое пятно. Мне хочется просто небольшого блика. И дополнительно немножко затемню это все. Для глаз у меня еще есть один продукт, который мне очень интересно попробовать. Это новая подводка от Influence. Точнее, я не помню, это новая подводка или новый цвет. Мне кажется, новый цвет. Она называется Event Horizon, написано Eyeliner Marker Long Glassing. То есть, по идее, это должен быть какой-то долго носящийся стойкий маркер во втором коричневом оттенке. И здесь, я думаю, вы уже слышите, есть вот этот вот шарик для того, чтобы подводка, видимо, не сохла, не собиралась на стенках. Но он здесь какой-то очень активный. Внутри нас встречает просто маркер. Я не очень люблю маркеры, я люблю кисточки. И, кстати, у них есть еще одна подводка, которую мне не присылали. Это Cyber Wing в первом черном оттенке. И здесь потрясающая тоненькая кисточка. Мне она очень нравится. Я, правда, ее сейчас не пользуюсь, потому что пытаюсь от Reluid мою такую же любимую добить. И потом к вот этой перейду. И еще у меня есть еще не открытая подводка Laser Line в первом оттенке. Называется Carbon Black. Я смотрела, там длинный фетровый наконечник. Я решила ее пока не открывать, потому что моя рука к такому пока тянуться не будет. Но вот коричневую попробовать хочется. У меня, конечно, серый макияж и коричневая подводка, возможно, не супер. Но на коричневом макияже это бы потерялось. Давайте посмотрим, как удобно и неудобно вести линию. И какой у нас тут цвет. Я вижу, что цвет потрясающий. Очень красивый коричневый, плотный и насыщенный. Хоть это и фетр, но получается удобно тонко рисовать стрелочку. Мне теперь главное, чтобы оно все низко кожевого века. Я буквально за пару секунд нарисовала стрелочку. Могу отметить, что действительно удобно рисовать. Здесь классный тонкий кончик. Главное, чтобы он не затупился и не образовался потом вот этот комочек дурацкий фетровый на конце. Пока что было все супер. Единственное, мне показалось, что как будто бы немножечко пытались тени пробиться сквозь подводку. Я наслоила. Показалось, что подводка хочет слезть, но она наслоилась. Не знаю, будут ли потом проблемы. Вроде бы все-таки. Сейчас было все комфортно. Я еще посмотрю, как она отработает на втором глазу. У меня есть много новых тушей. И среди них есть одна, которую я вообще не пробовала и пока не знаю, хочу ли приступать. А вообще, я хочу вот попробовать какую-либо из тушей Хромофора. Я пробовала все, кроме черной. Это тоже Influence Beauty, если что. У меня самая первая в коллекции оказалась фиолетовая тушь уже как пару месяцев. И потом мне дослали еще всю коллекцию. Фиолетовую прислали в дубле, я подружке отдала. Я еще попробовала синюю, зеленую, розовую. У меня есть пост в моем телеграм-канале, где я их все тестила. И вот черную еще не пробовала, потому что, если честно, на мне очень сильно эти туши... Не, хотела сказать, отпечатываются, но нет, они осыпаются сильно. И они дают удлиняющий, разделяющий такой эффект. Немножко склеивают реснички. В принципе, такое люблю, но я больше люблю объем в тушах. И поэтому я решила, что пока я не готова к приступу к черной. И сегодня, я думаю, мы можем воспользоваться какой-нибудь цветной тушью. Либо синий, либо зеленый. Розовый, наверное, нет, потому что я часто ей красилась. Может быть, даже фиолетовый. Есть прикол, что эти туши не сильно заметны на ресницах. То есть яркий цвет будет заметен, если у вас будет в такой же цвет, возможно, стрелка или тени. Но для меня это не слишком акцентная все-таки тушь. Она больше в незаметную сторону. Розовая вообще чаще всего выглядит красной на моих ресницах, если нет розовых элементов рядом. Больше всех мне, наверное, понравилась по оттенку зеленая. Она классно голубизну моих глаз вытянула. Но я переживаю, что она сюда будто не подойдет. Я знаю, что в тренде синие туши, но тоже ощущение, будто бы, может быть, синие тогда блесточки нужны были. Но давайте попробуем синюю. Может быть, зайдет. У нее, кстати, еще такая формула, как будто бы немножко похожа на сахарную глазурь. Она такая глянцевая, сияющая. Здесь маленькая щеточка, довольно аккуратная. В принципе, ей удобно краситься. И мне безумно нравится упаковка. Она силиконовая, она мягкая. Я слышала, что ее можно даже снять. Но, если честно, пока не хочу этим заниматься. Синяя выглядит потрясающе в рефиле. Вот такая вот она яркая, насыщенная. Прям electric blue. 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 Но на ресницах это незаметно. То есть, туши, они все как будто бы немножко то ли прозрачные, то ли что. То есть, свой цвет ресниц у вас будет пробиваться. На данный момент у меня где-то три наслаивания туши, пока она влажная. И вроде бы выглядит ярко. Но посмотрим, что будет дальше. Из-за того, что мои ресницы длинные, я пользуюсь сыворотками для роста ресниц. Легко пачкается зона под глазами, над глазами. И тушь как бы не моментально застывает, да, и она остается немножко такой вязкой. Но посмотрим, что будет дальше. Кстати, консилер все еще не застыл. Он все еще довольно подвижный. Его прям надо хорошо пробивать. Я надеюсь, что мои тени хорошо продержатся. Потому что, как подложка, консилер классный. Видите, какой плотный, классный пигмент. Это, конечно, тоже заслуга теней. Но все же. Ладно, что-то я начала про глаза говорить. Еще хотела отметить про удлинение. Видите, удлиняет, в принципе, реснички хорошо. Я надеюсь, вам заметно. Забыла еще про одну тушь сказать. У меня от Influence есть футуристик. Из-за того, что щеточка у нее, видите, такая необычная. На ней почти нет щетинок. Мне она нравилась первое время. Но для меня она суховатая. И она все-таки больше про разделение, прокрашивание мелких ресниц. Мне ее нравится использовать как какое-то дополнение. Вы прокрасили ресницы и хотите их подразделить, прочесать. Вот тогда она прикольная. В соло пользоваться можно, но не мой любимый эффект. Про туши все сказала. За кадром доделаю глаза и брови. У меня там нет интересных продуктов. И перейдем к оформлению лица. У меня тут прямое подключение. Потому что я вот только что накрасила ресницы синий тушью. Еще все золяпано не подтерло. Посмотрите, какая разница. Вот здесь у меня яркая синяя тушь. А вот здесь уже как будто бы что-то между синей и черной. То есть она со временем то ли тускнеет, то ли застывает. И реально больше впитывается в ресницы. Но в общем она не такая яркая и синяя. И вот это меня расстраивает в этих тушах. Все было бы супер, если бы они оставались вот в таком вот оттенке. Но, к сожалению, этого нет. Как вы уже поняли, я накрасила два глаза и за кадром оформила брови. У меня это карандаш от бренда The Same в оттенке, по-моему, второй, Gray Brown. И также у меня гель от Pussy на бровях, который стал в виде болота какого-то в баночке. Потому что у меня немножко зеленым потонным фломастером от Beauty Bomb для бровей. И он подкрасился. Давайте переходите к тону, к оформлению лица. Мне безумно хотелось попробовать новый тональник от бренда Influence в оттенке 04 Medium Dark. Мне почти что никогда первый не подходит оттенок. Ну да ладно, мне такой прислали. Тон называется Exoskin Full Cover Foundation. То есть он должен быть какой-то супер, видимо, кроющий. Тут написано Fine Pigmented Texture, High Coverage Matte Finish. То есть матовое покрытие, супер плотное покрытие, много пигмента, скажем так. Он у меня еще даже закрытый. Мне сказали не беспокоиться, что в этой линейке очень светлые оттенки. Но я говорю, мне не один первый оттенок даже не подходил. Хотя я у Influence именно не пробовала первый. Но посмотрим. Здесь вот такая вот раскручивающаяся баночка. Очень похожа, кстати, на вот это вот яйцо. Суперфлюид, кстати, у меня тут подстирается надпись. Мне вот его в третьем Medium Light оттенки прислали. И он мне темный. Я его смешиваю. Он довольно светлый, но мне темный и рыжий. И еще у меня есть тон, как называется, Solaris Foundations SPF. Мне не нравится ни его покрытие, ни его оттенок. Но кожу делает красивой. И зараза мне вообще не подходит ни по каким другим критериям. Давайте смотреть на этот. Я его, наверное, сразу на лицо полосочками нанесу. Вижу, что оттенок в целом похож на оттенок консилера. Так что, возможно, чуть-чуть мой тон кожи выровнится. Да, он не очень темный. То есть это действительно не сказать, что четвертый оттенок. Что-то он перестал выдавливать. А что у нас случилось? Ну, как бы я вижу желтенький пигмент. Ладно, что-то на эту сторону не могу нанести. Разносить я буду кистью Chic. Называется она Foundation. Давайте на него посмотрим. Ну, явно не мой оттенок. Но я попробую перекрыть светлым консилером потом это все. Но все, кто мне говорил не переживать за цвет, извините. Я просто апельсин. Я, кстати, не вижу какого-то супер плотного покрытия для меня. Это вообще на что-то типа флюида похоже. И он, видимо, очень сильно подчеркивает мне сухость. Я вижу в какие-то такие ячейки. Пигмента, кстати, действительно, ладно, много. Беру свои слова обратно. Но он не очень плотный. Это близко к high coverage, но не знаю. И еще он очень сильно пахнет отдушкой, которую использую для тонов Influence. Мне она вообще не нравится. Пахнет чем-то сладким, цветочным. И я прям вся вне себя. Мне не нравится этот запах. Это, конечно, просто кошмар. Тон еще окисляется. И потихоньку становится все темнее и темнее. Я хоть наношу его на кожу шеи, но, по-моему, я выгляжу отвратительно. Прикол в том, что мне еще надо будет сейчас уходить. Мне придется вот так вот быть на людях. Это просто ужас. Я понимаю, что я добавлю светлый консилер, но это не дело. Как бы посмотрите на мой цвет кожи и мой цвет руки. Немножко так загорелось, знаете? Я сейчас возьму консилер от бренда Сергей Наумов. Это мой самый светлый консилер в оттенке X18. Он еще и светоотражающий. И поэтому я надеюсь, что мне хоть как-то это поможет высветлить участки. Я прям обильно его нанесу везде. Ну, потому что жить я так не смогу. Я им даже, наверное, воспользуюсь как подрезанием скул, чтобы сделать себе скульпторинг. Есть ощущение, что консилер мне особо не помог. Я просто стала больше блестеть вот в этих зонах. То он все-таки берет свое, он вытесняет консилер и такой, нет, она сегодня будет темной. И у меня очень жесткий слой косметики на лице. То есть вот здесь у меня, в общем, было немножко много консилера. И выглядело, как будто бы у меня очень сильные усы, сильнее, чем обычно. Я решила поправить, и у меня просто вот так вот слой слез. А, кошмар, я обычно так много не наношу. И в целом, ну, я не люблю толстой силой косметики на лице. Даже несмотря на то, что у меня сильное высыпание, я стараюсь обычно это все перекрывать. Перекрыла, кстати, хорошо. Реально из-за того, что у меня вот это все блестит. Такой лоск, как будто бы гладкая, классная кожа. Но мне очень непривычно себя видеть в таком оттенке. Ладно, надеюсь, коррекция нам поможет. Я хочу воспользоваться одним пока кремовым продуктом. Это тоже бренд Сергей Наумов. Румяно-жидкий в оттенке Daydream. Таком прохладном персике. Ну, вроде и прохладный он, но есть золотые блестки, за счет чего и тепло появляется. Я очень люблю эти румяны, но у меня уже столько кремовых продуктов, а мы еще не начинали наносить сухие, что мне страшно. Просто страшно за мою кожу. Ну, давайте посмотрим, если я сегодня теплая, настолько теплая. То, наверное, теплые румяны сюда лучше всего зайдут. Я их обычно разношу той же кистью, которой я наношу тон. Ну, есть еще специальная для них тоже у меня кисточка для кремовых продуктов. Но давайте сегодня так немножечко это все подсмешаем. Они дают очень красивый лоск за счет вот этого блеска в составе. Он мелкий, незаметный, и для меня больше дает, ну, реально лоск, а не сияние или какие-то блестки. И оттенок такой легкий, ненавязчивый. Я вроде бы много нанесла, в то же время не наслаиваю. И выглядит симпатично. Но, наверное, кисть с большим количеством тонов все-таки сожрала часть продукта. Я поднаслою. И давайте на той щеке я разнесу другой кистью. Это у меня теперь клепач F12. Ну, с румяными лицом мне нравится уже побольше. Как-то поживее выглядит, а то вот эта желто-зелено-рыжая маска меня пугала немного. Но это не отменяет того факта, что я очень темная. Изначально я хотела использовать сухую коррекцию, но, наверное, все еще хочу использовать. Давайте попробуем. Кстати, я вижу вот здесь, как будто бы не дотушевала. У меня скульптор от китайского бренда Воен. Я знаю, что его, ну, он не на слуху. Я не думаю, что хоть кто-то здесь знает про бренд Воен. Хотя напишите, может быть, вы в курсе. В общем, они мне прислали его в рассылке. И это лучший скульптор в моей жизни. Он потрясающе блюрит кожу. Чудесно тушуется. У него невероятный оттенок. Он немножко такой, ну, супер мягкий. Видите, как он разнесся по рефилу. Здесь еще есть хайлайтер, который, на самом деле, тоже красивый, хоть и выглядит невзрачно. В общем, он мне очень нравится. И я его в каждом видео, блин, использую. Хотя я не люблю скульпторы. Я их очень редко беру в работу. Я немножечко здесь хочу заскульптурировать, чтобы потом нанести еще и румяна. Совсем немножечко его нанесла. Просто, видимо, для вида. И теперь беру румяшки от бренда The Sam. Я поняла, что, наверное, я сейчас припудрюсь, у меня не будет видно румян. Хочу немножечко добавить какую-то такую точку интенсивности себе. Оттенок, кстати, Orange 06. Я, между прочим, очень сильно ощущаю тон. Мне прям вот здесь, как будто бы я в жирном креме каком-то, который я плохо распределила. Мне вообще не нравится это чувство. Я не наносила супер плотно тон, как по мне. Ну, либо, может быть, я привыкла к определенному количеству. А здесь надо было меньше. Но мне прям в этой вот зоне, особенно у софт, действительно некомфортно. За кадром я запудрила лицо. Думаю, можно заметить, что она более не блестит. Я впервые воспользовалась вот этой самой техникой бейкинга. Когда ты много наносишь пудры, она потихоньку впитывается. Потом ты ее стряхиваешь. И я прям почувствовала, как у меня реально пудра впитывалась в эти слои тона. Это просто жесть. Пудра у меня, если что, от бренда Laura Mercier. Также я воспользовалась немножечко матовым хайлайтером от бренда Flower Nose. Я обычно под глаза его наношу для высветления. Сегодня еще между брови там нанесла. И пудра от Chic, которая Glow Perfect Powder в оттенке Light. Я ей немножечко тоже так прошлась для лоска. А, и еще я воспользовалась от бренда Chic Glam. Была коллаборация с Rick and Morty. У меня есть обзор на YouTube на моем канале, если что. Это спрефиксирующий с ароматом огурца. Я прошлась после первого слоя пудры. Потом я дополнительно заблюрилась. И давайте еще раз наслою это все, потому что у меня... Ой, в рот попало. Потому что у меня очень много продуктов на лице. Я хочу, чтобы это хоть как-то увлажнилось и получше склеилось. Мы еще не нанесли с вами хайлайтер. Я почему-то решила, что хочу сегодня нанести хайлайтер от бренда Essence, который называется Meta Glow. Он, по-моему, в единственном оттенке, в таком фиолетовом. Он не супер-мега-блестящий, без какого-то плотного слоя. То есть его можно нанести сильным фиолетовым сиянием, но тогда будет много наслаиваний и серая полосочка. Я же хочу его легонько так нанести для небольшого интересного фиолетового блика, который, как нельзя, кстати, нам подойдет к нашему небольшому фиолетовому акценту на глазах. Ну, кстати, блестит все равно хорошо и переливается из фиолетового в синий при определенном освещении. Если у вас несколько точек, то вы должны заметить этот небольшой интересный перелив. Вот такое вот получается сияние. Давайте немножечко вам покручусь. Надеюсь, немного попадаю этими бликами и не просто так трясу головой. Теперь давайте оформим губы. В принципе, мы почти закончили. Я решила взять один продукт. Это у нас будет тающий бальзам от бренда Romand, корейского бренда. Это черная коллекция совместная с Inup Square. У меня оттенок, по-моему, Kaya Fik. Да, Kaya Fik называется. Если не ошибаюсь, этот оттенок есть не только в коллаборации, но и в простых продуктах Romand. Мне очень нравится, кстати, забыла снять тон, который на Google попал. Мне очень нравится его формула. Я, в принципе, делала обзор на эту коллекцию черную. У меня там парочка продуктов было. И в целом, интересно, есть видео про обзор азиатской косметики. Можете глянуть. В общем, там был этот тающий бальзам. Я, на самом деле, все из черной коллекции продала. И вот только бальзамчик оставила, потому что он мне безумно нравится. У него приятный аромат, красивый оттенок. Я уважаю тающие бальзамы. И мне, в принципе, понравился конкретно вот этот продукт от Romand. Один из самых приятных бальзамчиков. Он, кстати, похож на более твердую версию бальзама, который мы вначале наносили. То есть он тоже такой растекающийся, дающий приятный глянцевый эффект. И аромат мне, правда, очень нравится. Но я вообще не знаю, как его описать. Какой-то он такой цветочный. Боже мой, до меня дошло. На что похож аромат? Это очень похоже на парфюм розовая молекула от Zerco Parfum, которая 090-09, по-моему. Я не знаю, меня глючит или нет. Но если у вас тоже есть этот бальзам, напишите, пахнет ли он так. Потому что это мой любимый парфюм. И действительно, схожесть какая-то есть. Вот такой вот у меня получился макияж. Я надеюсь, он вам нравится так же, как и мне. Не для всех это что-то повседневное. Ну и если быть совсем уж откровенной, то я тоже редко делаю серые макияжи в жизни. Но просто потому что рука, наверное, не тянется к серым. Как вам? Мне кажется, наверное, не всем привычно еще теплую кожу видеть с серыми глазами. Но я захотела посмотреть, и мне, в принципе, макияж нравится. Я надеюсь, вам понравился сам процесс. Вот эта вот болталочка, собирание вместе со мной. Мнение про все продукты я уже озвучила. И, возможно, я вернусь к вам в небольшом кусочке с, ну, какими-то впечатлениями в течение вечера. Потому что уже поздно вечером, и я не смогу его слишком долго проносить. Я понимаю, что с тоном явно что-то случится, губы, конечно же, пропадут, а глаза как будто бы, вот, непонятно, как консилер продержит это все. Я решила все же выйти с небольшой вставочкой по носке макияжа. Ему где-то часа два. У меня очень сильно скатались тени в зоне, ну, то есть консилер скатался, по идее, да, вместе с тенями, вот. И я посмотрела, это было еще в моменте сразу после макияжа. Я просто не заметила. Тон, он до сих пор какой-то такой, как будто на пальцах остается. Не хочет закрепляться. Я не знаю, дело в пудре или в тоне, но меня пудра в целом более-менее держит обычно. Тени все такие же красивые, не потаскнели, но ресницы явно темно-синие, совсем темно. А сапашки чуть-чуть есть, бывают, но небольшие, но они есть. Сам тон лежит хорошо, если бы не цвет, и не вот это вот странное, ну, какое-то залипание, ну, прилипание точнее. Было бы все супер. Возможно, нужна какая-то более стойкая пудра для него. Ну, зумяшки все хорошо, хайл, брови, не знаю, ну, губы, естественно, съели. Полное мнение будет также, если что, в моем телеграм-канале в посте с фотографиями этого макияжа. Ну и прошу вас не забыть поставить мне лайк, мне будет очень приятно. На этом, я думаю, мы можем прощаться. Всем пока, желаю хорошего дня или вечера, и увидимся в следующих макияжах.